Добрый день, уважаемые зрители! Мы с вами начинаем обещанный курс по внедрению 1S ERP. У нас лекция первая, лекция подготовительная. Мы поговорим про основы методологии RUB. Я ее иногда произношу как RUB. На самом деле она, конечно, звучит как RUB. Итак, методология разработана компанией IBM. И, собственно, она отличается от каскадной методологии и аджайлов, всяких скрамов, комбанов. Чем она отличается, я думаю, понятно. Элементарно посмотрев на ее ключевое описание. Прежде всего, в данной методологии присутствует достаточно много процессов. Второе. Данная методология очень активно использует язык моделирования OML. Третье. Данная методология является архитектурно ориентированной. То есть, здесь первичной является архитектура, а второй, вторичной уже ее реализация. Итак, с чего, по сути, начинается RUB? Начинается он с бизнес-моделирования. То есть, по сути, с моделирования сценариев. На начальной стадии мы формируем основные сценарии. В основном пишем экономическое обоснование проекта, риски. Важно, что RUB, в принципе, говорит нам о том, что невозможно написать сценарий, если у нас нет бизнес-процесса. Вспоминаем тагав, понимаем, что говорить о реализации в системе, что, например, продавец пробивает клиенту товар. А если мы не знаем, собственно, пробивает он или не пробивает, или как это происходит, то как мы это в системе смоделируем? То есть, важное понимание, что это именно бизнес-моделирование и бизнес-процесса. То есть, если у нас нет формализованного бизнес-процесса, то о каком моделировании речь не ясна. На этапе уточнения у нас происходит, собственно, архитектурное проектирование. У нас на основании бизнес-сценариев, на основании юзкейсов, создаются архитектуры, которая представляет собой связь классов, в случае 1С структуры метаданных, всевозможные диаграммы жизненного цикла, описываются здесь алгоритмы, которые будут использованы, структуры компонентов, ну и так далее, и тому подобное, на самом деле. Это на этапе уточнения. То есть, у нас уже должны быть формализованные требования, мы проводим анализ и проектирование, и начинаем, ну, первое кодирование, да, то есть, у нас начинается уже реализоваться и какое-то тестирование. На следующем этапе конструирования, в основном, что? В основном у нас происходит кодирование, тестирование, и после завершения этого мы можем переходить к этапу внедрения, то есть, мы что делаем? Ну, уже передаем заказчику, обучаем сотрудников заказчика, разворачиваем, собственно, инфраструктуру, и так далее, и тому подобное. Ну, очень большая нагрузка. Вот видно, да, что поддерживающий процесс управления проектом высокая нагрузка на стадии внедрения и на начальной стадии. А на стадии внедрения первый пик вам даже выше, чем начальная стадия. На что надо обратить внимание? Ну, обратить внимание, еще раз говорю, надо на то, что это поэтапно. По сути, здесь на каждой стадии у нас повторяются все итерации. То есть, на начальной стадии мы с вами проходим бизнес-моделирование, управление требования, анализ-проектирование, реализацию, тестирование и развертывание. Мы мысленно, по крайней мере, их проходим. Мы говорим, так, вот на этой стадии мы ничего не реализуем, не тестируем, не развертываем. Но мы проговорили. На стадии уточнения мы опять с вами говорим, так, бизнес-моделирование, уточняем сценарий использования. Так, а какие у нас есть функциональные и функциональные требования? Так, анализы-проектирование, что есть? Нет? Ну, ох, как плохо, да? Окей, дальше, 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 дальше. Каждый раз, на каждой стадии у нас проходятся все основные процессы. По большому счету, еще и поддерживающие тоже. Можно сказать, что это четыре раза каскад. Ну, может, это не совсем корректно, но, по сути, это четыре раза каскад. Важно то, что в каскаде это несколько гармонично. Здесь у нас, ну, вы видите, по объемам, на стадии уточнения, анализа, проектирования в разы больше, чем на стадии развертывания. То есть, подразумевается, что когда мы разворачиваем наш программный продукт, то у нас уже речь идет не о том, чтобы, да, вот, ребят, у нас тут новые требования, давайте их дорабатывать. Да нет, не надо. То есть, мы с вами имеем большое такое понятие, как итерация. И вот у нас на итерацию ушли определенные требования, определенные сценарии. Отработали итерацию, получили минимальный жизнеспособный продукт, да, начали следующее. Это очень похоже, действительно, на торгах. Это похоже на архитектурный цикл, только который касается исключительно уровня системной архитектуры, да. То есть, ну, ROOP, он не лезет ни в бизнес-архитектуру, ни, по большому счету, особо не лезет и в технологическую. Как бы здесь есть, вот, среда разработки, но она, если так, не слишком глубоко. Я думаю, разница между каскадом, ROOP, как вариантом инкрементной модели, и JIL, она очевидна. Своей стороны, я являюсь сторонником ROOP, но, опять же, он адаптированный, да, впрямую его использовать во внедрении продукта в компанию 1С нельзя, это все плохо закончится. Но об этом мы с вами будем говорить уже в следующей лекции. Спасибо за внимание, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова